В год российской истории особое внимание наследию, которое сохраняют государственные архивы. И у курян есть повод для гордости. Среди сотен тысяч дел уникальные документы. Накануне профессионального праздника Тарас Степаненко побывал в святая святых государственного архива Курской области, хранилище самых древних актов, и выяснил, почему многие из них имеют национальное значение. Тысячи дореволюционных документов. Бесценные материалы канцелярии Курского губернатора, казенной палаты, Объединенного фонда Курских церквей. Чтобы сохранить уникальное историческое наследие, требуются заботливые руки специалистов и особенный микроклимат. Необходимо, чтобы выдерживался температурный режим, определенная влажность воздуха и определенные условия освещения. Для этого, конечно, необходимо, чтобы работала система климат-контроля. Оптимальная температура 17-19 градусов. Всего в областном госархиве хранится 1 миллион 200 тысяч дел. Многие из них уникальные. Пять внесены в специальный государственный реестр Российской Федерации. Среди них метрическая книга Богоявленской церкви-фатежа, в которой содержатся данные о рождении композитора Георгия Сверидова. Ранее ее видели только работники архива. Рожден 3-го, крещен 26 декабря. Имя родившегося Георгий. Есть среди документов и такие, которые проливают свет на жизнь первых лиц государства. У меня в руках метрическая книга за 1894 год. Ее вес около 2 килограммов, но уникальность информации, которая записана здесь, измерить вообще никак невозможно. Благодаря данным этой метрической книги удалось установить точную дату рождения Никиты Сергеевича Хрущева. Считалось, что отец оттепели родился 5 апреля 1894 года. Однако находка курских работников архива утверждает, глава советского государства появился на свет двумя днями ранее, 3 апреля в селе Калиновка Курской губернии. Современный архив это не только бесчисленные стеллажи документов. К 2015 году почти 15% всех дел будут храниться в электронном виде. В первую очередь, конечно, в электронный вид должны переводиться те документы, которые наиболее востребованы пользователями. Чтобы обеспечить предоставление государственных услуг, мы должны в первую очередь переводить административные документы, то есть администрации Курской области, районов и так далее. Вот так выглядит электронный архив. Сотни тысяч документов занимают всего несколько квадратных метров. И, как уверяют специалисты, оцифрованное наследие защищено на 100% и от вирусов, и от хакеров, и от времени. Тарас Степаненко, Роман Леонов, телеканал СЕИМ. Продолжение следует...